Сегодня мы пробуем новый формат видео, который был предложен одной из читательниц моей страницы на фейсбуке. Этот формат будет предполагать расшифровку определенных терминов, которые используются в психологии вообще и в клинической психологии в частности. На самом деле все эти термины широко распространены и вы легко их можете найти в интернете, поэтому это для тех, кто проще воспринимает информацию на слух, чем в письменном виде, а также для тех, кто хочет поскорее обнаружить информацию, как же все эти термины практически применяются, то есть какая от этих знаний польза в реальной жизни. Итак, сегодня мы будем рассматривать еще одной читательницей предложенный термин, такой как фрустрация. Слово достаточно распространенное, психологи очень любят его использовать, звучит оно достаточно мудрено, солидно, и вот сказал такое слово, и сразу понятно, что у тебя научное мировоззрение, а не что попало, но при этом на самом деле это слово описывает достаточно простое и распространенное явление, поэтому если вы зададитесь вопросом, насколько сильно я рискую испытать вот то самое явление, которое в психологии обозначается словом фрустрация, на самом деле у всех у нас достаточно высокие шансы с этим на собственном опыте познакомиться, потому что фрустрация это, так сказать, комплекс психических реакций на ситуацию, когда невозможно удовлетворить потребность. Проще говоря человеческим языком, это переживание облома. Когда вам чего-то очень сильно хотелось, ну или не очень сильно хотелось, но тогда, конечно, вариантов будет меньше, что вы испытаете именно фрустрацию, а не просто такое легкое огорчение. Когда вам очень сильно чего-то хотелось, и у вас не получилось это сделать, вы будете испытывать определенные эмоции по этому поводу, что естественно, и это будет предполагать определенный комплекс поведенческих реакций. На самом деле, варианты реакций внутри вот этой самой фрустрации, ну эмоциональных реакций, они достаточно разнообразны для разных людей. Они зависят от типа личности, от темперамента, от характера, от того, как человек ведет себя обычно в плане стратегии совладания со стрессом, но в большинстве случаев эмоции, которые будут наблюдаться во время фрустрации, то есть момент переживания, невозможности удовлетворить какую-то свою потребность, это либо гнев, либо печаль. Часть людей будет злиться, что они не могут получить то, чего хотят, часть людей будут грустить, что они не могут получить того, чего хотят. Что из этого более здорово? На самом деле нельзя сказать, что из этого более здорово само по себе, можно только сказать, что более здорово для разного типа ситуаций. В некоторых ситуациях, там, где можно что-то поменять, и можно сделать активное действие и добиться того, что потребность таки будет удовлетворена, логичнее было бы злиться, потому что тогда у вас будут силы для того, чтобы что-то менять. В тех же ситуациях, когда ничего сделать невозможно, более логично, более здорово будет печалиться для того, чтобы можно было выполнить работу горя, отгоревать и завершить вот эту вот ситуацию. И не получилось удовлетворить потребности, и ничего с этим не сделаешь. Нужно идти дальше. Какая практическая ценность у этого термина? У этого термина такая практическая ценность, что к нему подвязано еще одно психологическое понятие. И понятие это звучит, как фрустрационная толерантность. Что же означает фрустрационная толерантность? Это способность отдельно взятого человека выносить фрустрацию. То есть насколько сильно ситуация невозможности удовлетворить свою потребность выбивает его из колей, и как он обычно ведет себя в такие моменты. Люди, у которых фрустрационная толерантность более низкая, они более интенсивно, более эмоционально переживают ситуации неспособности удовлетворить их потребность. И если они при этом больше злятся чаще злятся более склонны к тому чтобы выдавать агрессивную реакцию чем такую пассивную реакцию чем реакцию грусти то это может влиять на их социальную адаптацию да то есть можно представить себе человека который вот я хочу я плохо переношу отказ и я склонен агрессировать когда мне чего-то не дают естественно он может ну попадать хорошие такие переделки что будет связано с его неспособностью услышать нет от другого человека и как-то это нет пережить ну или от ситуации от мира в целом если у человека высокая фрустрационная толерантность то он легко переносит какие-то лишения неспособности удовлетворить собственные потребности и соответственно он более адаптивен он легче справляется со стрессом он в таких ситуациях более разумен менее склонен действовать импульсивно ну и субъективно чувствует себя лучше поэтому фрустрационная толерантность но эта штука которую можно отнести к набору психологических навыков ассоциированных с хорошей способностью справляться со стрессом и соответственно с высоким качеством жизни если у вас есть предложение по поводу того какие термины можно было бы вот так вот кратенько разобрать разъяснить под видео в описании будет ссылочка на группу на фейсбуке в которой можно будет эти вопросы задать